Здравствуйте! Это интервью дня студии Мария Флоренса. Более 40 изменений будет внесено в налоговое законодательство в следующем году. О самых основных мы сегодня поговорим с начальником отдела учета и работы с налогоплательщиками Еленой Ивановой. Елена Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Елена Анатольевна, ну как вы думаете, какие вот изменения, которые будут внесены в следующем году в налоговое законодательство, самые важные, о которых сейчас необходимо сказать как физическим лицам, так и предпринимателям? Ну, в первую очередь мне хотелось бы обратиться, конечно, к бизнес-сообществу, так как у нас на территории Мирзницкого района и вообще на территории России основной вид налогообложения – это единый налог на обмененный доход. И законодательство говорит о том, что с 1 января 2021 года этот вид налогообложения у нас на всей территории Российской Федерации отменяется. Самое большое количество предпринимателей у нас на территории ведут такую систему налогообложения, как единый налог на обмененный доход, ЕНВД. То есть предоставляют декларации по квартальным, отчитываются от торговой площади, либо это грузовые и пассажирские перевозки, это вся розничная торговля. И сейчас самое горячее время для того, чтобы для себя выбрать оптимальный режим налогообложения, посчитать все самостоятельно. На сайте налог.ру размещен баннер, электронный ресурс, который позволяет выбрать подходящий режим налогообложения. Всем плательщикам ЕНВД здесь нужно очень хорошо подумать. До 1 января еще эта система действует, а после 1 января эта система отменяется автоматически. Любая система налогообложения носит заявительный характер. То есть будь то патентная система, будь то упрощенная система налогообложения. Здесь нужно до конца года для себя определить, подать в налоговую инспекцию налоговое уведомление о выборе объектов. Здесь я еще хотела бы обратиться и вообще в целом сказать вот о чем. У нас всех предпринимателей 2,5 тысячи. Полторы тысячи предпринимателей используют личный кабинет ИП, и через него нам отправляют какие-либо запросы, обращения. Если какие-то нужны документы налогоплательщику, предпринимателю, они работают с этим ресурсом и довольно-таки успешно, потому что сервис внедрен давно. Вообще в целом личный кабинет работает с 2013 года. То есть это уже продолжительное время. Но вторая часть с личным кабинетом не работает. И до сих пор это оказалось очень сложно, по всей видимости, гражданам. Сейчас мы пытаемся довести до всех предпринимателей, юридических лиц информацию о том, что сейчас вот необходимо просто, вот заканчивается ноябрь, потом у нас еще декабрь, но это, как правило, предновогодняя суета. Люди забывают об этом. Сейчас нужно обязательно подумать о том, для того, чтобы написать заявление или уведомление о переходе. Ну, допустим, если вы выберете для себя упрощенную систему налогоблажения, то необходимо подать это заявление. Здесь нужно еще думать о том, что если заявительный характер налогоплательщик пропустит, он останется на общем режиме. А общий режим для индивидуальных предпринимателей это НДС, сейчас ставка 20%, и НДФЛ, это 13%. Для юридических лиц возникает еще налог на прибыль. Это тоже дополнительная налоговая нагрузка. Из порядка тысячи индивидуальных предпринимателей только половину подали заявление на упрощенную систему. И сейчас порядка 400 еще кто не выбрал для себя оптимальный режим. Ну, это очень плохо, хоть и вроде бы еще полтора месяца впереди, ну, как будто бы наши налогоплательщики как-то вот не торопятся для того, чтобы себя как-то постраховать. Я считаю, что нужно выбирать, конечно, упрощенную систему налогоблажения, потому что это всегда страховка. Заявление на упрощенную систему подается в конце года для того, чтобы перейти на эту систему на будущий год. И оно подается один раз. Ежегодно это заявление подавать нельзя. Если, допустим, налогоплательщик у нас выберет патентную систему налогоблажения, то заявление подается за 10 рабочих дней. То есть это не позднее 15 октября для того, чтобы подать заявление на весь 2021 год. Но если в середине года налогоплательщик добавит другой вид деятельности, который не будет попадать под патент в середине года, заявление на упрощенную систему налогоблажения подать не будет возможности. То есть при постановке на учет в качестве ИП, либо при регистрации юридического лица заявление подается в течение 20 дней или только в конце года на будущий налоговый период. Здесь это, конечно, нужно иметь в виду. Еще раз говорю о том, что на сайте налогоплательщик.ру разнечен важный выбор подходящего режима налогоплажения. То есть там можно самостоятельно указать свои доходы, рассчитать, какой оптимальный режим налогоплажения необходимо. Мы также на сайте администрации разместили памятку. Естественно, на официальном сайте налог.ру эта информация вся размещена. Мы работаем в режиме онлайн. К нам можно записаться на прием для получения консультации. Вот буквально на этой неделе к нам принесли уже заявление наши таксисты, которые сейчас все на едином налоге на умененный доход, но они все должны перейти на другой режим налогоплажения. Если еще в этом году, в начале года говорили о том, что вдруг республику еще до 2023 года освободят, и мы еще до 2023 года будем на НВД, этого не будет. Уже все бизнес-сообщество говорит о том, что и законодатель отмена НВД на территории республики пройдет в обязательном порядке. Елена Анатольевна, а также прошла информация о исключении индивидуальных предпринимателей из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и ГРИП. Хочу сказать, что эта норма права вступила в силу с 1 сентября 2020 года. Одно из условий, чтобы налоговый орган исключил налогоплательщика, это тот случай, когда предприниматель не подает налоговую отчетность в течение 15 месяцев и более. И тогда налоговый орган самостоятельно начинает проводить работу по исключению из этого реестра. Здесь нужно обратить особое внимание вот на что. Если налоговый орган самостоятельно провел эту работу, то в течение последующих трех лет физическое лицо зарегистрироваться в качестве предпринимателя на территории Российской Федерации не сможет. То есть три года. 15 месяцев с момента постановки на учет декларация не сдавалась, налоговый орган начинает процесс снятия с учета. То есть человек исключается из реестра субъектов малого бизнеса. Мы исключаем даже в том случае, если есть задолженность у налогоплательщика. Но, как правило, судя по мониторингам, которые мы проводим, это страховые взносы, потому что фиксированные платежи пенсионных фонд налоговый орган автоматически начисляет. Эта норма права не носит заявительный характер. Декларацию по фиксированным платежам предприниматели у нас не сдают. Ежегодно, не позднее 31 декабря, необходимо платить фиксированные платежи пенсионных фондов. Если они не оплачены, они уже 1 января являются задолженностью. Сейчас уже, вот в связи с тем, что норма права вступила в силу с 1 сентября, уже процедура снятия с учета началась. Сейчас уже у нас порядка 10 предпринимателей сняты с учета. И обратной дороги нету, то есть либо это только восстанавливать себя через суд. Мы пишем информационные письма по месту прописки, что данное физическое лицо попадает в реестр исключения, и у человека будет 2 месяца для того, чтобы привести свои документы в порядок. Либо сдать декларацию, либо самому заявить о снятии с учета. А там нужно будет заплатить господжки на 60 рублей, сдать декларации и сняться с учета самостоятельно. А так вот мы начинаем уже, начали процедуру прям исключения из ИГРИП. Раньше не было такой нормы права, мы работали только в части юридических лиц. Налоговый орган исключал в том случае, если налогоплательщик не предоставлял отчетность год и более. Если юридическое лицо не сдает отчетность год и более, налоговый орган самостоятельно проводит процедуру исключения из ИГРИП. Здесь вот новая норма права. Также хочу обратить внимание всем, для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 21 ноября вступает в силу новая форма для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это будет у нас новый федеральный закон от 31 августа 2020 года. Всем юридическим лицам, кто будет вносить изменения в учредительные документы, то уставы или вносить АКВЭДы, вот с 25 ноября действует уже новая норма права. Она уже различная на сайте, и на стендах, и в оперзале. Также у нас же есть ресурс стендов на сайте налог.ру. Уже эта вся информация в интернете выложила. 21 ноября вы будете отмечать свой профессиональный праздник. Расскажите, пожалуйста, как будете отмечать в нынешних условиях, и хотелось бы немножко о итогах работы, возможно, за последние 10-5 лет. Какие изменения произошли за эти годы? Федеральная налоговая служба сейчас работает в очень большой федеральной программе. Если раньше у каждой инспекции была своя программа, то сейчас мы работаем, конечно, в очень-очень большой программе, которая содержит очень много информации аналогоплательщиков. В целом можно провести анализ по ИОНу. В этом году мы загружаем в свой ресурс такую программу, как ЗАГС. В этой программе можно будет даже посмотреть такие моменты, как какое самое популярное имя мальчика или девочки было в какой-либо период времени. ЗАГС отработал таким образом, что подняли архивы за последние 100 лет. И внесли это все в программный продукт. Это рождение, смерть, разводы, браки. Это все теперь будет электронным носителем, к которому будут иметь доступ все граждане Российской Федерации. У нас есть программа ФИАС, это федеральная адресная программа. Очень-очень много ресурсов. И то есть она онлайн-касса, несмотря на то, что это имело место быть, ну то есть тяжело для у нас, для предпринимателей удался тот факт, что нужно блокировать онлайн-кассу. Но о чем она говорит? То есть тут же можно тоже проводить мониторинг. Какой продукт самый востребованный, либо один из продуктов самый востребованный на территории России. Мы же покупаем все пользователи, мы все являемся пользователем какой-либо услуги. И здесь, в этой программе, уже можно провести, конечно, такой мониторинг. Программа очень интересная. Работа Федеральной налоговой службы очень интересна, потому что мы сталкиваемся ежедневно с людьми. Это, конечно, в первую очередь, это психология. В первую очередь. Потому что к нам приходят разные категории граждан. Молодежь сейчас очень продвинутая. Люди, которые заканчивают институт, они же приходят, даже студенты нашего колледжа, они же приходят уже подготовленные. У них уже в блокнотике или на телефоне вопросики. Они не так, что вот я хотел там что-то задать, какой-то вопрос. Нет, люди готовы, понимаете? Вот сейчас внедрили в этом году, если раньше у нас приходили за ННМ, то сейчас можно самостоятельно в режиме онлайн получить ННМ с электронно-цифровой подписью ФНС. Тут я, конечно, в этом плане говорить могу бесконечно. Я все-таки человек своей профессии. И меня в этой профессии очень многому научила. И она меня познакомила с очень большим количеством очень хороших людей. Елена Анатольевна, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Хочется поздравить вас с наступающим профессиональным праздником и пожелать вам успехов в вашей работе. Спасибо. На этом наше интервью подошло к концу. И закончить мы хотим его поздравлением руководителя нашей налоговой инспекции. 30 лет назад была создана налоговая служба. За этот период служба прошла стремительные пути развития. И заслугой этого являются люди, наши специалисты. Начиная с тех, кто стоял у истоков и становления налоговых инспекций и заканчивая теми, кто работает сейчас. Хотелось бы, чтобы люди с гордостью несли свое звание налогового инспектора. Наша работа очень сложная, но очень нужная для страны. Я поздравляю весь коллектив Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер один, также коллег всей республики и ветеранов с этой знаменательной датой. И хочу пожелать оптимизма, удачи, стабильности, исполнения всех их планов и пожеланий, а также семейного улюта, тепла, финансового обеспечения и крепкого тыла за плечами. А самое главное, будьте здоровы! Вы и ваши родные и близкие.